Здравствуйте, друзья! За моей спиной знаменитое здание королевских теплиц в Брюссельском Лакене. Раз в год в апреле их открывают для посещения публики. Приглашаю вас сегодня вместе со мной прогуляться по этим оранжереям. Лакен – район на окраине Брюсселя. И хотя в центре бельгийской столицы есть королевский дворец и парк, его величество король Бельгия вместе с семьей предпочитает жить именно здесь, на окраине. Его, конечно, можно понять. Здесь очень живописно. Для доступа публики открывают небольшую часть парка, прилегающую к оранжереям. Комплекс оранжерея – это грандиозное сооружение стекла и металла, является памятником архитектуры эпохи модерна. В коллекции оранжерей собраны самые разные растения. Для меня, как для любителя Фукси, главный интерес, конечно, составляли имена они. Их здесь огромное количество, сейчас они цветут и украшают собой длинные галереи перехода между павильонами. Много раз видела это на фотографиях и всегда считала, что такие Фуксиевые своды – это подвесные корзины. Но на самом деле, посмотрите, это большие деревья, кроны которых сформированы по форме сводов. Стволы у некоторых деревьев в объеме, наверное, не меньше, чем у вишни. Нижнюю оголенную часть стволов закрывают кусты зональных пиларбоний. Они еще и создают тень для чувствительных перекревок арней Фуксии. Посмотрите, как решена проблема защиты от солнца. С южной стороны стекла покрашены белой краской. Есть форточки для проветривания. Еще одна маленькая техническая деталь – клейкие ловушки. Похоже, белокрылка не обходит стороной и королевские Фуксии. Очень жаль, но сорта Фуксии здесь не подписаны. Хотя некоторые из них, конечно, узнавают. Это, например, Маринка. Это Виндхаппер. Это Ремемберин Клэр. Это Фуксия Боливийская форма Альба. Ну а вот этот сорт, если я не ошибаюсь, носит название Лакина. Позволю себе еще на несколько секунд задержаться в этом фуксивом ранее. По длинным галереям посетители постепенно приближаются к главному павильону. Построенная в конце XIX века по заказу бельгийского короля Леопольда II, здание оранжерей было призвано продемонстрировать возросшую власть Бельгии над государствами Африки. Поэтому именно пальмам и другим африканским растениям отведено центральное место в Лакинском море. Прогулка по оранжереям занимает около полутора часов. На выходе есть кафе и сувенирный магазин. Чтобы добраться до оранжерей, нужно доехать на метро до станции Бокстейл, а потом на автобусе 53 до остановки Сэр Рояль. На входе придется постоять в очереди. Она тут интересная, проходит через проезжую часть. Движение очереди через дорогу организуют полицейские. Движется очередь быстро, но доступ прекращает примерно за полтора часа до закрытия оранжерей. Стоимость билета 2,5 евро. Обычно оранжереи открываются в середине апреля на три недели. Актуальную информацию о времени работы лучше уточнять на сайте Бельгийской королевской семьи. Все справочную информацию смотрите в инфобоксе под видео.